есть еще один лайфхак связаны с большими собаками если у совсем-совсем все печально вот и вы со своей собакой сядь нет стой берете собаку за ухо вот оторвать в ухо не оторвете вон оно ухо я его беру в руку пойдем рядом идем 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 оно конечно неприятно я его не тяну и не держу ну как я его просто взял за ухо он всегда идет рядом и он никуда от вас не денется он всегда идет рядышком чем сильнее тянет тем он больнее на самом-то деле ему не больно ему просто неприятно вот так с большими собакой можно справляться только тех у кого есть уши такие как алабай или такие как доберман лучше не стоит овчарку можно так делать только во взрослом возрасте потому что у них хрящи слабые и чтобы не было залома ухо в маленьком возрасте этого использовать нельзя но иногда бывает ситуацию людей когда вы идете со своей собакой с большой такая как овчарка или корс у корсов кстати тоже уши купируется вот и вы понимаете что собака у вас агрессивничает вот и рвется куда-то а вам нужно хотя бы переждать или еще что-то вы берете просто за ухо говорите команда рядом собачка садится рядом с вами держите вопрос одной рукой за ухо второй рукой запал за поводок и в принципе собака поначалу вот как тайсон будет вырываться а потом принципе перестанет дергаться и рыпаться потому что будет причинять дискомфорт ухо вы не оторвете но все равно как-то злоупотреблять этим лайфхаком лучше не стоит потому что можете нанести собаку собаки травму поэтому лучше как бы аккуратно и не спеша экспериментировать можно использовать это в плане наказания то есть но это только кинологи некоторые используют берется собака за ухо и дергается вниз и собака падает на землю вот и тогда собака придавливается и для того чтобы она поняла что она не главное главный хозяин но это тоже очень редких случаях используется поэтому это просто лайфхак если вдруг у вас очень сложная ситуация получилось так что вам собаку допустим взять не за что или вы ее не удержите просто хватаем за ухо и держим за ушко вот